Привет, меня зовут Олимпия и это третий выпуск моего шоу Киноновости, в котором я рассказываю все о российском и мировом кино и всем, что с ним связано. Погнали! И первая новость будет про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал самым популярным в России всего за один месяц. Сериал был снят по мотивам книги Роберта Гараева, и эта история, показывающая одну из самых трагичных эпох в истории Казани. Многосерийный фильм рассказывает о молодежных группировках конца 80-х, и одни с восхищением следят за развитием истории, другие критикуют ее, считая, что после успеха проекта многие захотят повторить судьбы главных героев. Кто-то сравнивает сериал с легендарной бригадой, которая вышла в 2002 году и произвела просто невероятный фурор на зрителя. Можно ли их по праву сравнивать? Узнаем после того, как посмотрим этот сериал. Вторая новость на сегодня не менее интересная, чем первая. Первый канал начнет съемки фильма «Семь самураев» с аватарами советских актеров. По словам генерального директора Константина Львовича Эрнста, Первый канал планирует уже весной начать съемки фильма, главные роли в котором исполнят цифровые аватары советских актеров. Предполагается, что процесс съемок займет год, сейчас идет подбор актеров. Радует, что российский кинематограф пытается внедрять все новые и новые технологии. Что из этого получится, мы, конечно же, узнаем совсем скоро. Следующая новость также про российское кино. 14 февраля следующего года на российские экраны выйдет третья часть успешной франшизы «Лед». Первый тизер и постер вы уже можете посмотреть на Кинопоиске. Напомню, что первый фильм вышел в 2017 году, спустя три года вышла вторая часть. И обе стали кассовыми хитами. В главных ролях нас также ожидают Александр Петров и Мария Аронова. Перейдем к мировым новостям о кино. Масштабный исторический фильм «Наполеон», который был представлен британским режиссером Ридли Скоттом, как и ожидалось, не смог составить конкуренцию картине «Голодные игры» – баллада о певчих птицах и змеях, которая является приквелом популярной молодежной серии фильмов «Голодные игры». В свои дебютные выходные Наполеон смог собрать в американских кинотеатрах лишь 24 миллиона долларов. С учетом длинных выходных, связанных с Днем Благодарения, его заработки составили 32 миллиона долларов. Еще 46,6 миллиона долларов лента с участием Хоакена Феникса собрала на международных рынках. «Голодные игры» – баллада о певчих птицах и змеях удержали первое место с результатом 28,8 миллиона долларов. Совокупные сборы приквела достигли 154 миллионов долларов, что, очевидно, недостаточно даже для окупаемости и ставит вопрос на дальнейшие планы по развитию франшизы. Звезда фантастической драмы «Бедные несчастные» Уильям Дефо, посетив ежегодный международный кинофестиваль в Маракеше, рассказал о своей роли в сиквеле Тима Бертона «Битлджуз 2». В предстоящем фильме, производство которого недавно возобновилось после окончания забастовок сценаристов и актеров, знаменитый актер предстанет в образе офицера полиции из-за гробного мира. Несмотря на то, что Уильям Дефо еще не видел отснятый материал, он признался, что работать было весело. «Я в фильме был мертвец, а до смерти был звездой боевиков класса «Б», но потом случилась авария, отправившая меня на тот свет», – поделился подробностями Уильям Дефо. По его словам, профессия его героя помогла ему стать полицейским детективом загробной жизни, но до сих пор глубоко в душе он остается звездой второстепенных боевиков. Ну и следующая новость специально для фанатов «Сумерек». Режиссер молодежной вампирской мелодрамы «Сумерки» Кэтрин Хардвик поделилась своими идеями о том, как бы она выбрала актеров для исполнения главных ролей, если бы ей довелось перезапустить франшизу сегодня. В ходе своего выступления в подкасте, который посвящен обсуждению фильма спустя 15 лет с момента его премьеры, Кэтрин Хардвик выразила свое мнение о том, что Джейкоб Лорди и Джена Ортега могли бы сыграть Эдварда Калина и Беллу Свон соответственно. Отвечая на вопрос, режиссер сказала, «О, это был бы идеальный выбор. Я имею в виду, что это потрясающий актер. Сегодня он бы, вероятнее всего, сыграл Эдварда». Стоит отметить, что на данный момент нет никаких сведений о намерении студии Summit Entertainment снять новую версию «Сумерки». Я считаю, что если такое произойдет, то сага о «Сумерках» порадует старых фанатов и заведет себе новых. Напомню, экранизация популярной книги понравилась зрителям, собрав в мировом прокате более 400 миллионов долларов. При скромном производственном бюджете в 37 миллионов. Как говорится, поживем-увидим. Новость из разряда фильм вышел, а новости спустя два года еще появляются. Съемочную группу фильма «Форсаж-9» оштрафовали из-за травмы каскадера на 800 тысяч фунтов. Причиной стала тяжелая травма одного из каскадеров, повлекшая за собой повреждение головного мозга. Джо Уоттс получил перелом черепа в результате падения с высоты около 8 метров на бетон во время работы над одним из эпизодов боевика «Форсаж-9». Оказалось, что падение было вызвано тем, что страховочная веревка, которая была должна обеспечить его безопасность во время выполнения трека, отсоединилась. Во время судебного заседания по этому поводу было установлено, что каскадеру очень повезло, что он вообще остался жив. Я думаю, эта выплата не сильно повлияет на продюсера фильма, так как «Форсаж-9» сильно окупился в прокате. А каскадеру давайте пожелаем скорейшего здоровья и возвращения на работу. И финальная новость на сегодня будет про Аквамена, а точнее про вторую его часть. Фантастический фильм «Аквамен и потерянное царство», основанный на комиксах DC, не сможет повторить успех оригинальной экранизации 2018 года. Как свидетельствуют ранние прогнозы по поводу стартовых сборов Северной Америки в свои дебютные выходные, сиквел сможет заработать от 32 до 42 миллионов долларов. И в целом в домашнем прокате фильму «Аквамен и потерянное царство» покорится результат от 105 до 168 миллионов долларов. Для сравнения, первая часть собрала в свой премьерный уикенд в американских кинотеатрах 67,4 миллиона долларов, а совокупные заработки на домашнем рынке превысили 335 миллионов долларов. В качестве отрицательных факторов, влияющих на прогнозы стартовых сборов, указывается, что за последние пять лет заметно сократился уровень интереса зрителей к фильмам, снятым по мотивам комиксов. Особенно это коснулось кинолент производства DC, в случае с которыми произошло резкое снижение популярности. Все последние экранизации провалились в прокате. На сегодня это были все киноновости России и всего мира. А вы подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и не забывайте про колокольчик, чтобы быть первыми в курсе всех киноновостей. Пока!